Доброе утро, друзья! 20 марта продолжается. У нас в студии хорошего настроения, по крайней мере, пятница. Сегодня Международный День Счастья. И знаете, у кого начинается с завтрашнего дня такое бесконечное, безмерное счастье? А у некоторых даже сегодня после обеда оно уже начнется. Правильно! У школьников, у которых начнутся весенние каникулы, они-то радуются, а вот родители озабоченные. Кто будет присматривать за их самыми родными и любимыми чадами? Прямо сейчас поспешим успокоить родителей, поговорим с компетентным человеком. У нас в гостях Галина Леонидовна Шкляр, директор Минского государственного дворца детей и молодежи. Здравствуйте! Доброе утро! Доброе утро, Галина Леонидовна! Представьте нам, пожалуйста, своих воспитанников. Да, это наши очень активные кружковцы. Леша Ивашка. Здравствуйте! Привет, Леша! Привет, Леша! Калипова Лиза. Здравствуйте! Привет, Лизонька! Такие красивые, такие стильные ребята. Сегодня уже, можно сказать, у вас такой счастливый день начнется и продлится долго. Да. Хотя для детей мало. Но на самом деле, что сразу же, вот первое желание, какое большое желание связано с каникулами? Ну, на каникулах, конечно же, сперва нужно отоспаться. Это сколько? Какая часть каникулы уходит на это? Половину каникул? Мне кажется, примерно одна треть каникулы уйдет на то, чтобы отоспаться, потому что в школе конкретно загружают и не высыпаешься серьезно. Ничего себе! С утра до вечера. То есть треть на сон, дальше еще? Да, и, конечно же, надо сходить будет в дворец молодежи, потому что много чего интересного. Это еще треть, да? Да, разные кружки. Ну и на всякие прогулки с друзьями, увлечения. Ты смотри, и ни слова не сказал, что за компьютером посидеть там еще хотя бы. Молодец, молодец, Леша. Галина Леонидовна, вот видите, устами ребенка, может быть, истинно глаголит. Мы-то все, родители, пытаемся их загрузить, загрузить, чтобы у них не было свободного времени. А у них, вон, и отоспаться, и то, и сё. Может, действительно, не надо было бы придумывать им какие-то занятия дополнительные? Дело в том, что эти занятия придуманы не только педагогами, они придуманы нашими педагогами вместе с детьми. Конечно же, мы учитываем их интересы. Дворец детей и молодежи открывает свои двери в 9 часов утра и закрывает в 22 вечера. И что, записываться заранее абсолютно не надо? Можно смотреть, что, допустим, какие вывески на кабинетах, и туда, пожалуйста, входите и учитесь. Конечно, в период каникул у нас очень демократично ведется учебный процесс. И наши дети могут прийти с друзьями. Если есть свободное место в аудитории, то может прийти вместе с ним мама, папа, бабушка, дедушка. Дворец, это не только занятия в кружках. Это еще огромная система различных, очень интересных акций, соревнований на все случаи жизни. Начиная от самых маленьких детей до школьного возраста и заканчивая старшеклассниками, которые могут не только как бы поразвлекаться, но и что-то почерпнуть для себя полезное и интересное. Прямо второй день, второй дом для ребенка, хотя нет, второй дом это школа считается, а уже третий дом это дворец детей и молодежи. Да, мы к этому стремимся, чтобы дворец детей и молодежи был теплым, привлекательным домом для наших детей. Но мы выяснили, как мальчики проводят каникулы, а как девочки отдыхают или как девочки отсыпаются? Какие планы? Сейчас узнаем у Лизы. Лиза, расскажи. Отдыхаем, ну, ходим с друзьями, играем в всякие игры, ну и, конечно, посещаем дворец, всякие конкурсы в нем, очень интересно. Ну, например. Вот ты чем занимаешься, в каком кружке? Ну, дефиле, например. Так. Мы ходим и показываем костюмы всякие. А кому показываем? Конечно же, зрителям на всяких показах. Здорово. А еще чем ты занимаешься? То есть, ну, понятно, что модельный бизнес уже ждет тебя с объятиями распростертыми и еще чем занимаешься? Еще спортивными, эстрадо-спортивными танцами. Вот это здорово, это здорово. Это аплодисменты отдельно. А как ты вообще попала? Вот как ты пришла первый раз во дворец? Кто тебя привел? Мама. А ты ее просила, слышала от кого-нибудь или мама сама тебя привела? И вы выбирали кружки какие-то? Нет. Вот один день я услышала, что мама хочет у меня записать какое-то, ну, как бы, как здание какое-то, там где очень интересно, всякие кружки интересные. Леша, а ты как первый раз попал? Ну, первый раз, знаете, это было очень рано, мне было еще шесть лет. Я как-то с родителями пошел. Я был молодой. Да, молодой. Вот пошел я на прогулку как-то с родителями, мы как раз живем, одну остановку трамвайну, там, в принципе, идти недалеко, и вот меня родители показали, такое замечательное место, я увидел, сразу впечатлился, мне очень понравилось. А потом мне родители рассказали, как много, какой там обширный выбор кружков и разных занятий. В общем, первый мой кружок был, это изобразительное искусство, вот я ходил на изобразительное искусство семь лет, довольно большой срок, ну, и вот это срок. Потом нарисовал черный квадрат и перешел в какой кружок? Да, я сейчас занимаюсь тоже японскими шахматами, это похожая тоже игра на классические шахматы, она, конечно, менее распространена в Европе, но на самом деле это стоит того, чтобы заниматься этим, и это очень интересно. Проводятся чемпионаты Европы, чемпионаты мира, разные турниры по японским шахматам, так что советую всем сходить и разузнать про это замечательное место, и можно много чего подчеркнуть и узнать из этой игры. Какое, не знаю, такое ощущение, что посещают кружок рекламных агентов, да, то есть практически готовый работник. Да, тебя можно, кстати, вот если бы ты сам ходил по школам, рассказывала вот так, наверное, был бы такой ажиотаж в вашем кружке, что не хватало бы мест. И так не хватает. Ты же в гимназии учишься, правильно? Да, я учусь в 29-й гимназии, и как раз там вот. В каком классе? Я в 8-м А. Привет, в 8-м А, гимназии номер 29. Какой ты молодец. А как у тебя вообще времени хватает на все? Я не знаю, можно там же все-таки некоторые дни. Я, получается, занимаюсь в среду и в субботу, а остальные дни у меня свободное время. От школы я занимаюсь там другими разными кружками. Это какими это? Ну, тайским боксом занимаюсь. Да, раньше я занимался тоже хоккеем очень много. Тоже 7 лет занимался хоккеем. Сейчас из-за школы... 7 лет рисовал, 7 лет хоккеем, то есть тому ему 14. Даже если посчитать, это параллельно. Лет 38 уже получается. Ну, а скажите, пожалуйста, вот вы работаете директором дворца. На самом деле, большая ответственность. Дети, которые приходят, они же приходят, практически их родители отрывают от компьютеров. Как вы сражаетесь вот с этой вот напастью, пристрастием к играм непосредственно? Есть ли какие-то специальные секреты? Может быть, родители послушают и, возможно, также будут пользоваться такими же вашими методами? Да, вы знаете, многие родители, приведя маленьких деток, которым всего лишь 3-4 годика, и когда этот маленький ребенок приходит в наш огромный дворец, у него, конечно, распахиваются глаза, многие говорят, это моя школа, они с такой гордостью об этом говорят, и начинают нарезать по нашим длинным коридорам, исследовать все различные места. И буквально там за несколько дней родители, которые в течение года не могут изучить, где выход, где вход, где какие кабинеты находятся. Дети за три дня изучают этот дворец, окунаются как бы в нашу эту творческую атмосферу и начинают путешествовать из кружка в кружок, поскольку выборы есть, у нас около 300 различных программ образовательных, и поэтому, конечно, многие родители очень довольны, что у ребенка появляется огромное желание, на самом деле, заниматься каким-то прикладным творчеством, хореографией, вокалом, что компьютер это служит только инструментом для получения знаний, и ребенок пользуется интернетом, компьютером только при необходимости, а не погружается как в игрушку и бесцельно проводит свое время. Ребята, есть ли у вас в планах еще какой-нибудь кружок освоить, что-нибудь такое узнать новое? Наверняка же каждый год новые кружки появляются, необычные какие-то. Ну, я не знаю, я бы с удовольствием что-нибудь освоила, но, к сожалению, вот времени не хватает. 24 часа только в сутки. Много чем уже и так занимаюсь, так что, к сожалению, времени мало, но я бы с удовольствием... Галина Леонидовна, ну и не можем не сказать, что в этом году 50 лет юбилей серьезный будет у Дворца детей и молодежи. Будете как-то особенно отмечать этот праздник? Да, конечно. Значит, в планах у нас несколько таких масштабных проектов. Ну, во-первых, мы решили подготовить книгу по истории развития нашего Дворца детей и молодежи. Сейчас мы заканчиваем работу над ней. Фотопроект из истории нашего Дворца, который насыщен огромным количеством фотографий, мероприятий. Кроме этого, пройдет форум педагогический. Мы на этот форум приглашаем наших коллег из ближнего и дальнего зарубежья. Пройдет выставка декоративно-прикладного творчества, в которой примут участие не только наши дети, но и педагоги, и бывшие воспитанники, которые стали уже известными художниками. Пройдет выставка технического творчества, в которой также примут участие и бывшие наши воспитанники, ребята, которые стали уже конструкторами. Готовится большой концерт. Готовятся два больших детских праздника, один из которых посвящен честованию наших талантливых детей. Я не успеваю записывать уже, так много всего. В общем, самое главное, что мы должны понять, что будет крайне интересно. Ну а прямо сейчас я представлю еще раз наших гостей. Гимназисты Леша и Лиза у нас сегодня были в гостях, а также директор Минского государственного дворца детей и молодежи Галина Леонидовна Шкляр. Благодарим вас за то, что вы пришли к нам. Спасибо. Поздравляем вас уже практически с началом весенних каникул. Проведите их с интересом и с пользой. А вот у кого каникул никогда не бывает, так это у людей, которые постоянно 24 часа в сутки следят за новостями. Передаем слово нашим коллегам из информационной службы.